Помощь в банкротстве, якобы законном освобождении от долгов, а взамен последние деньги и лишение крыши над головой. Виробиджанка обратилась за услугами в юридическую фирму и потеряла квартиру. Деньги с нее брали исправно, а вот услуги решили не предоставлять. История пенсионерки Татьяны Михеевой началась с кредита, который банк оформил ей под залог квартиры. Кредит выплачивала исправно, пока не грянули ковидные ограничения. Женщина временно осталась без работы и 15 тысяч в месяц стали для нее неподъемной суммой. Еще какое-то время платила, потом платить стало нечем. Неоднократно обращалась на горячую линию, писала заявление в банк. Так и получилось, я в задолжниках. Бегущую строку прочитала, что фирма оказывает юридические услуги по признанию банкротства, в помощи должникам. Ну вот обратилась. Услугу так называемый юрист оценил в 120 тысяч рублей. Татьяна изыскала средства. Работа должна была закипеть, но, как оказалось, не тут-то было. Получилось так, как идут дела, как идут дела. Все хорошо, все хорошо. Потом у меня стали с пенсии уже высчитывать, потому что он ничего не делал. Он якобы одно дело как сделал, что договорился с банком, что банк пошел на… отозвал от приставов заявление. Но при этом нужно было оплатить пеню штрафы в размере 93 тысячи. У меня таких денег, конечно, не было, но пришлось их найти. Тут же пришел, взял эти деньги. Их юрист никому так и не передал. И более того, вернулся за остатками с продажи квартиры, которые Татьяне вернули на счет. «Приходят на счет деньги в размере 245 тысяч. Я звоню, что-то за деньги какие-то пришли. Он говорит, это вам, говорит, деньги. Их нужно срочно вернуть, так как они ошибочно вам пришли. Если вы сейчас не вернете эти деньги, значит, квартиру вообще никогда не увидите. Ну, прибежал ко мне на работу, взял эту карту. В результате чего в декабре была квартира продана. Сейчас 1 апреля заставляет освободить». В правоохранительные органы Татьяна обратилась только в конце марта. Подозреваемый в совершении преступления оперативно был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Вместе с потерпевшей за помощью в полицию и прокуратуру областного центра обратились еще два пострадавших от действий мошенника. «В настоящий момент следственное действие проводится. Отрабатывается версия на причастность к иным преступлениям. И более того, данные версии находят свое подтверждение. У органов предварительного следствия имеется информация о совершении данным лицом ряда преступлений на территории города Биробиджана и еврейской автономной области». В ходе следствия продолжают выявляться потерпевшие люди, доверившиеся лжеюристу. Более того, отрабатывается версия о преступном сговоре. «В настоящее время в отношении обвиняемого судом избраны меры пресечения и заключения под стражу. Одновременно с расследованием уголовного дела прокуратура проводит проверку законности об основанности отчуждения имущества потерпевших. Убедительная просьба не обращаться к частным лицам, предлагающим решение проблем с кредиторской задолженностью перед банком. В данном случае следует обращаться в официальные кредитные организации, а также в органы полиции и прокуратуры». Сотрудники правоохранительных органов просят всех граждан, пострадавших от действий лжеюристы, незамедлительно обращаться в полицию с заявлением и помнить о том, что доверять можно только известным и проверенным юридическим фирмам.